Кто-то, как в известном фильме 31 декабря, ходит в баню, а у артистов театра свои традиции. Каждый старый Новый год они собираются на капустник. В течение года театры дают сотни спектаклей для тысяч зрителей, а в сезон новогодних утренников нагрузка возрастает вдвое. Вот и получается, что сапожники остаются без сапог. Самим повеселиться и пообщаться некогда. Поэтому после бурных рабочих дней театралы устраивают рождественский вечер театральных капустников. Но даже здесь им сложно чувствовать себя зрителем, тянет на сцену. Творческие люди, они и во время отдыха уже работают. Потому что, я же сказал, мы целый год развлекаем, развлекаем, развлекаем. А это тоже и работа, и отдых, это все вместе. Так же интересно. А что, сидеть за столом и потом танцы, мне кажется, это скучно. Это скучно. А поэтому есть вот капустные номера, там юмор, смех. Что будет происходить во время мероприятия, никто заранее не знает. Каждый год над сценарием работает творческая группа одного из театров. И ход вечера известен только ей. Капустник – это всегда импровизация. Каждый театр готовит свои капустные номера. Ну, кто не артист, да, он, например, импровизирует в своем костюме или, например, там, в своем настроении. Поэтому каждый человек, который пришел сегодня на капустник, он на этой творческой импровизационной волне может найти в себе что-то другое, да, познакомиться с собой с другой стороны. И сами капустные номера рождаются спонтанно. Чаще всего в работе, которая не видна зрителю, признаются участники вечера. Закулисный юмор не оставляет равнодушным тех, кто сталкивается с этим каждый день. Но если петельки нет, надежды, фотосцены уже закрыты. Анастасия Алексеева, Сергей Рябчиков, Республика.